В 2022 году транзит грузов через территорию Азербайджана увеличился на 75%. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на конференции Caspian Connection. Она организована Каспийским политическим центром в рамках деловой поездки главы МИД в Великобританию. Джейхун Байрамов указал, что открытие всех коммуникаций будет еще больше способствовать росту торговли и перевозок, в том числе по среднему коридору. Важное значение Зангизурского коридора отмечают и эксперты, которые подчеркивают очень серьезный транспортный транзитный потенциал Азербайджана в силу географического положения страны. К сожалению, вопрос Зангизурского транспортного коридора, который бы связывал основную территорию Азербайджана с Нахичеванию, он сейчас очень сильно политизирован и это, несомненно, не работает на то, чтобы более эффективно использовать транспортно-транзитный потенциал Азербайджана. Но сейчас у Азербайджана есть альтернативный вариант, это Южно-Кавказский железнодорожный транспортный коридор, Баку-Тбилиси-Карс, и мы очень надеемся, что его загруженность будет только повышаться. И, наверное, на нынешнем этапе наиболее оптимальным будет работать по данному коридору и постепенно решать вопросы, связанные с Зангизурским коридором, вопросы, связанные с Арменией, с Ираном, с их позицией по данному коридору. Тем временем в Узбекистане сегодня вступило в силу соглашение об упрощенном таможенном коридоре организации тюркских государств. Документ утвержден постановлением президента Шавката Мирзиёева. Соглашение было подписано правительствами Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турции в ноябре прошлого года на саммите ОТГ в Самарканде. После посовместного вступления в силу соглашения таможенные ведомства, стран-партнеров запустят полугодовой пилотный проект. В том числе за первые три месяца должны быть согласованы технические условия обмена информацией между таможнями и порядок организации и сотрудничества. Вторая половина срока пилотного проекта будет отведена практической реализации упрощенного таможенного коридора. Эксперты ожидают, что создание благоприятного фискального режима на территории тюркских стран придаст дополнительный стимул развитию международных транспортных маршрутов, в первую очередь среднего коридора. Как мне представляется, является логическим шагом по дальнейшему формированию единой транспортно-коммуникационной системы в рамках организации тюркских государств, потому что нужно понимание того, что мало построить транспортную инфраструктуру. Если не будет сделана главная работа, которая заключается в том, чтобы оптимизировать и сократить до минимума количество и время прохождения процедур досмотра, процедур фитосанитарного контроля, таможенного контроля, как мне представляется, именно это будет одним из основных приоритетов реализации скоординированной транспортной политики стран ОТГ. Согласно информации Ассоциации транскаспийского международного транспортного маршрута, сейчас активно ведутся работы по привлечению дополнительных грузов в средний коридор. В феврале текущего года подписан меморандум о сотрудничестве, целью которого является развитие транспортных маршрутов и привлечение новых товаров и грузов. Субтитры создавал DimaTorzok